Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Мы начинаем подводить итоги нашего пятого вязального марафона, который закончился только-только 6 октября. И сейчас у нас стоит задача подвести итоги. Вы можете зайти на страницы нашего сайта «Квадрат Некрасовый», где выложены отчеты марафона, и увидеть все, что навязали наши участницы. Напомню, что в нашем платье, которое было основой, на которое равнялись все наши участницы, оно было связано из итальянской пряжи «Меренос и як», которая предоставлена была магазином «Бобинки Рус». Ссылочку вы увидите под этим видео. Вот это отчеты наших участниц. Нажав на любую из этих картинок, вы можете перейти в полноэкранный формат и посмотреть, как это выглядит. Точно так же и те промежуточные отчеты, которые присылали участницы во время марафона. Как видите, до финала дошли не все. Поэтому мы очень благодарны тем 26 участницам, которые все-таки нашли силы. И несмотря на все трудности, которые, конечно же, у всех у нас бывают, они дошли до итога и прислали свое отчетное платье. Платья получились очень красивыми. Как видите, платья получились очень красивыми. Расцветки совершенно разные. И несмотря на то, что платье называлось «Тигра», платья получились у всех полосатые, но совершенно в разной гамме. Поэтому не нужно думать, что такое платье можно вязать только в оранжевом варианте. То, как это делали мы. Сейчас у нас наступает этап голосования. И нам нужна ваша помощь для того, чтобы определить того, чье изделие окажется самым-самым красивым, самым аккуратным, выполненным максимально по фигуре. Хотя нужно понимать, что платье, которое вязали, они вязали на нашу куклу. И вот у Оксаны получилось, что платье село на ее куклу идеально, потому что девочки спрашивали, какой рост у куклы для того, чтобы оно подошло. Но платье на самом деле достаточно универсальное. И оно может быть на куклу разного размера, потому что у нее нет четко выделенной талии. Поэтому приходите в нашу группу ВКонтакте, в которой будет проводиться голосование. И помогите нам определить победителя этого вязального марафона. Голосование продлится всего одну неделю. И поэтому нам очень важно, чтобы именно в это время вы зашли в нашу группу и оценили мастерство участниц, их фантазию, их аккуратность, их усидчивость. Ну и решили для себя, а не хотите ли вы в следующий раз оказаться на их месте. И вместе с нами связать оригинальное, необычное, нестандартное, неизбитое изделие, которое самостоятельно придумать достаточно тяжело. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте. Адрес группы вы увидите под этим видео. Урок по вязанию этого платья вы можете приобрести. Так как марафон уже закончен, то участвовать в нем бесплатно вы уже не можете. Но мы надеемся, что на следующие марафоны, которые мы будем проводить регулярно, каждый месяц, вы сможете прийти и вязать вместе с нами бесплатно. Участие в бесплатном формате в наших марафонах подразумевает то, что вы вяжете и присылаете отчеты в оговоренное марафоном время. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальна», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.